Ну, как правило, всех в этом составе пугает только лаурецульфат, да, не лаурил, но лаурет. Поэтому хочу спросить у тебя, есть ли основы, которые его не содержат? Конечно, есть основы, которые не содержат ни лаурилсульфата, ни лаурецульфата. Это, как правило, основы, которые изначально в заводских условиях сварены на маслах. И как они называются? В нашем ассортименте это Актив Фрэш, Актив Био, к примеру, то, о чём я говорил. К примеру, мыльная основа Актив Фрэш, она не прозрачна в базе своей. Она имеет текстуру непрозрачную, но по ощущениям ровно такой же, как и обычная прозрачная белая основа с молоком и так далее. То есть это, по сути, омыленные масла. Сейчас это модно называть мылом с нуля. С новой для мыла с нуля. Да, сейчас начали упоминать где-то в прессе, где-то на каких-то каналах, что основа с нуля. Но потребитель на текущий момент не особенно привык к этой формулировке. Поэтому я бы всё-таки продолжал называть этот продукт мыльной основой, но просто с большим добавлением масел. Твёрдость этой основы помимо стеариновой кислоты, которую здесь гораздо меньше, чем в обычной мыльной основе. То есть здесь использовано два вида жира. Если здесь использован один вид жира, стеариновая кислота, то здесь несколько видов жиров. Это и стеариновая, и твёрдые масла, и в том числе мягкие масла. Допустим, мыльная основа Fresh с природными маслами. Она помимо стеариновой кислоты содержит масло льна, масло девственного кокоса, то есть это не рафинированное масло, не очищенное предварительно, а сугубо натуральное. И масло карите, то есть это масло ши. Как производится эта мыльная основа? То есть на начальном этапе всё абсолютно то же самое. Мы топим, как и нулевики мыловары, жирную кислоту, стеариновую кислоту, и потом вместе, прямо к ней добавляем уже масла. Расплавляем всю эту смесь и омыляем её щёлочью. То есть ровно так же, как делается мыло с нуля. Основная разница в том, что здесь у нас нет масел, а здесь масло есть. Здесь у нас есть дополнительный пав, а здесь дополнительного пава нет, потому что эти павы дают нам дополнительно масло. То есть пенообразование после стеариновой кислоты недостаточно сильное, а хотелось бы всё-таки, чтобы мыло давало пену. То есть вот тот стереотип, когда мыло пенится, чем больше пены, тем лучше. Хотелось бы его здесь поддержать. Здесь не нужно поддерживать его дополнительным синтетическим пенообразованием. Достаточно стеариновой кислоты, масел, всё это омылить, и мы получим ровно тот продукт, который сейчас принято называть основа с нуля, мыльная основа с нуля. Но по факту это является та же мыльная основа, которую можно поставить в один ряд с нулевым мылом. То есть отличается тот же фреш от того, что варят нулевики, хорошие нулевики дома, хорошие, а очень много плохих. Они не столько плохие, сколько неопытные. Да. Фреш варится в котлах в промышленных условиях, в промышленном масштабе, в пристальным контроле технологов. А это вы варите дома, и, в общем-то, многие параметры невозможно замерить в домашних условиях. Например, процент свободной щёлочи. Да. Когда вы делаете, либо ваши знакомые делают мыло с нуля, очень сложно проконтролировать процент остаточной свободной щёлочи. Для каждого масла, для каждой жирной кислоты, стеариновой, лауриновой, алииновой, пальмитиновой, любой кислоты, нужен определённый процент ввода щёлочи. Для того, чтобы ровно то количество щёлочи, которое необходимо, омылило ровно то количество стеариновой кислоты, которое необходимо по рецепту. Если добавить чуть меньше, то продукт не получится. Если добавить чуть больше, очень сильно будет сжечь руки, очень сильно будет трескаться кожа на руках, если мы используем основу для рук. Поэтому очень сложно соблюсти вот этот баланс, когда мы делаем мыло с нуля дома. Если мы берём основу для мыла с нуля, уже готовую, то здесь уже соблюдены все те тонкие параметры, потому что входной контроль по качеству сырья и анализ мы берём у поставщика, допустим, контейнер стеариновой кислоты. Мы обязательно проводим входной контроль. То есть поставщик вместе с партией даёт нам определённый сертификат, в котором расписано, что стеариновой кислоты здесь содержится столько. Дополнительных примесей в виде алииновой, пальмитиновой и так далее иных кислот содержится столько-то. Мы, безусловно, доверяем нашим поставщикам, но обязательный входной контроль и подтверждение тех показателей, которые указаны в сертификате, мы проводим самостоятельно. И только после того, как мы действительно убедимся, либо получим иные цифры о составе входящего сырья, мы уже рассчитываем количество щёлочи, необходимое для омыления.